Приветствую всех на канале Мир Приколов Геймс, на связи с Александром Приколистой. Сегодня я решил поиграть в необычный Don't Starve. С виду вроде бы всё и обычно пока, но вы потом поймёте. С модом CatBee, ссылочка будет в описании, этот мод переворачивает мир с ног на голову, и тут не всё так просто. Итак, мир Don't Starve необычный, а тут вообще полная жесть, и скорее всего я сдохнул в ближайшие несколько дней. Я просто включил, так попробовал, чё-то тут короче полный трындец. Да, и не знаю прохождение, возможно в будущем будет, это пробованный просто выпуск. Ну и вы будете смотреть данное видео 2 мая, а в этот день у меня большой праздник, у меня день рождения, так что принимаю поздравления в комментариях. Ну и если будут кто-то желающие отправить подарок в виде денежки, ссылочка будет в описании. Всё, погнали, поиграем, просто посмотрим. Взял я VX-78 с этим скинчиком. Так, ну пока ничего необычного. Я знаю где точно можно вот тут необычное сейчас увидеть, сейчас увидим. Например, вот тут вот. Давайте бабочку кокнем, съедим её. Надеюсь, у меня получится сейчас её убить. Так, а тут как по поводу... Ягодки вроде нормально, да, реагируют. Не получается автоматом у меня убить бабочку, но давайте грохнем её всё равно. Так, иди сюда бабочка, я тебя хочу грохнуть. А, это по-моему персонаж так странно говорит. Тут странные звуки, кстати, их тут довольно-таки много. Странных звуков тут вообще много чего странного. Ну вот она сейчас сядет на цветочек, мы её грохнем. Вот такое происходит, если убиваешь бабочек. Я-я-я-я-я, я надеюсь я не сдохну сейчас сразу, да? Они взрываются, чёрт подери. Ну, по-моему, сама бабочка должна выпустить... Не, пепел остался, да? Это фигово. Больше я пока бабочек не хочу взрывать. Как-то мне не особо это хочется. Ну, это разработчик писал, то есть он нам написал, что поменялось какие-то вещи, а какие-то нет. Кусты, кстати. Вот у нас такие обычные кусты, если найти, то... То, скорее всего, они по-другому выглядят. Они чё-то себя как-то странно ведут, вроде бы собираешь нормально. С виду, они очень странные. Я хочу посмотреть на болото, хочу посмотреть на больших птиц. Очень хочу посмотреть. Иначе что-нибудь ещё. Так, ну это... Ладно, ведь персонаж наш кричит так странно. Так. Про грифов я понятия не имею. Что они там... Вытворяют. Так. Мне бы найти сейчас материалы на кирку. Золото я уже нашёл. Так, так, так. Давай, 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 беги. Где кремень? Чёрт. Где ее? Да, звуки тут многие странные, многие переделанные. Гиганты переделаны. Что-то с ними там сделали. Необычное какое-то у них поведение. Вот, отлично, я кирку нашёл. Супер. Так. Делаем кирку. Выглядит она, чёрт подери, как топор. То есть, вот эта вот путаница небольшая может быть. Ну, по крайней мере, в инвентаре она хотя бы выглядит нормально. А у меня, по-моему, нету на факел ничего. Я сейчас могу и сдохнуть. Так, так. Собрали немножко, побежали. Траву. Траву я не набрал. Часто что-то кричит он на это... Свои... Странные вот эти слова. Вот, обычный персонаж так не кричал. Или просто добавили какую-то эту фигню. Она немножко бесит, кстати. Вот это немножко бесит, потому что он всё время так кричит. Так. У нас есть мясо, можно этого убить. Но мне пока нечем убивать, и у меня здоровья мало. О. А, чёрт, я же не... Так, где, чёрт поделить, топор? Ну, киркой будем сейчас рубить дерево. Ну, вроде... Вроде с деревьями всё нормально, да? Так, на костёр я сделал. Кстати, по-моему, костёр тут не стоит делать в первые дни. Я не знаю. Так, морковки соберём, это всё пожарим, подлечимся. Так, лучше факел сделаю. И вроде как факел... Факел вроде бы очень долго должен гореть. Тут вообще никакой логики, тут никакого баланса. Тут вообще какой-то полный трындец, честно говоря. Ну, конечно, всё мы не сможем посмотреть за одну серию. Золото я нашёл, побежим туда. Там... Там пчёлы. Блин, я... Не, высокие птицы. Конечно, хочу посмотреть, но пока-пока... Пока не до них. Ой, ты, высокие птицы. Так, у меня топор, да? У меня в руках топор. Который выглядит как кирка. Такс, такс. Соберём немножко травки. Я не знаю, что происходит с факелом, когда он гаснет. Что-то там разработчик написал, хоть и перевелось, но... Это чё такое было сейчас? Я надеюсь, это просто какие-то странные звуки, которые... Которые пугают. Это типа, может, кушать мы хотим. О, король свиней тут, наверное, да? Флейта, кстати, необычно себя там ведёт, Флейта Пана. Тоже есть смысл глянуть. Коты, по-моему, сильнее. Либо они что-то делают там. Ай-яй-яй, я боюсь сейчас... Как бы тут сейчас не сдохнуть, а? Так. Свиньки тоже, по-моему, себя как-то странно ведут. Не трогай! Это он так говорил, да, там? Скурт-элла, мы сходим! Вот котик. Ты же на меня не будешь нападать? Так, факел я же могу уже сделать, да? Я надеюсь, без всяких этих... Факел горит. Факел горит. Вроде как обычный факел горит. Давайте найдём короля свиней. Кстати, с ним, по-моему, там ночью можно торговаться. Но он, правда, не всегда что-то там берёт. Да, я почитал, естественно, описание мода. Так. Нам нужно разрушить вот это дело. Сделать себе казан. Научную машину, алхимическую. Сейчас быстренько. То есть я тут буду крушить всё пофигу. Главное посмотреть. Там пустыня. Ну, как... Не пустыня, а... Сахара или что-то в этом роде. Костёр не знаю. Костёр я боюсь сделать. С копьём, кстати, копьём нужно сделать хотя бы. Да, факел, смотрите, как долго. Дольше горит, чем обычный. Так. Где-где-где тут это? Так, всё нормально, да? Так. Это мы полечимся. Кстати, скинул этот. Вообще жесть. Смотрите, как сзади выглядит. Офигеть просто. Ну, мне понравился. Кто-то говорит, фиговый. Ну, в грунта какого-то в живое дерево превратили. О, болото. Щупальца. Где тут щупальца? Вроде тоже должны быть как-то изменены. Но и чё-то я... Не обратил внимания, что они чем-то изменены. Так, уже нашли много биомов. Давайте... Я могу сделать... Чего? Кто тут? Кирка. Дай кирка. Забираем. Да, мы сразу себе пазу сделаем. Короля свиней нужна. Мода и включим, по-моему, только русский язык у меня здесь и всё. Так. Хочу найти короля свиней, хочу найти... Флейту Пана. Ну, и что-нибудь ещё найти и посмотреть. Так, ну, рюкзак нужно сделать. И нужно... Так, вот, пожалуйста, свинья. Ну-ка. Хороший, ням-ням. Ну-ка. Не хочешь, да? Ну, ладно, убей его. Жужжит. В нём, по-моему, пчёлы, что ли. В нём, по-моему, пчёлы. Живут. Так, сейчас... Мне помогут, посмотрим. Я сам боюсь. Тут бабочки взрываются. И он сильнее. Смотрите-ка, они долго его бьют. Что-то... Ай-яй-яй, в меня не зацепил. Давайте посмотрим, что будет с котиком, когда его убьют. Вот это я, кстати, съем. Ничего не происходит. Ладно. Так, ты мой друг. О, да, тут какашки огромные. Тут очень большие какашки. Так, ладно. Где король свиней у нас? Я побегаю пока, если что-то необычно будет, то увидите. О, я нашёл муху. А почему она здесь? Огненную муху. Она так же выглядит, да? Да, выглядит она так же. Вот этот звук происходит, по-моему, когда ночь наступает. Я нашёл там ещё червоточину. Короля свиней я, к сожалению, не нашёл вообще. Странно очень. Давайте в червоточину. По-моему, в червоточину прыгаешь, ничего страшного. О, дети тут бегают. О, какахи, блин. Какахи огромные. Чё? Что ты сказал? Бамс? Бамс. Бамс? Бамс. Что означает это, я не знаю. То есть... Так. Какахи огромные, да. Какахи огромные читал я про это. Смотрите, какие какахи, блин. Офигеть. Удобный жилет, по-моему, я его никогда не делал. А может и делал. Он нужен для того, чтобы... Чтобы рассудок вроде бы поднимать. Правда, нифига не поднимает. Так, ловушку давайте сразу поставим кроликам. Так, где-то тут кролики. И прыгнем в червоточину, посмотрим, может там что-то интересное. Ну, поставь. Так, траву у нас нормально. В идее, мне можно дерево срубить и... Наверное, поставить даже... Так, можно дерево срубить и поставить уже... Научную машину. Возможно, король свиней где-то тут спрятался, а может быть и вообще в другом месте. А в другом лесу. Кроты вроде себя адекватно ведут. Давайте проверим на всякий случай. Ну, давай, кроты здесь. Да, кроты нормально себя ведут. По-человечески. Вроде без каких-то там... Не-не-не, рубить... А, у меня же, блин. Ну, тут путайся, конечно, да, блин, киркой. Ладно. Давайте долбанем себе. Все-таки сделаем костер, наверное. Хотя бы обычный. Правда, по-моему, не нужно его делать. Так. Ну, попробуем. И сделаем научную машину. Чтобы у нее хоть куда-то можно было складывать. А у меня веточек не хватает, да, немножко? Я не знаю, давайте сделаем костер. Я не знаю, наверное, зря. Я надеюсь, никто сейчас не прибежит. Вроде никого нету. Так, копье из чего у нас там делается? Блин, боюсь. Экипировать. Брать. Что-то копье как-то складывается. Вроде что-то такое писали. Да все нормально. С копьем все нормально. Ладно, жду утра. Так, побегу я. Собрал немножко веточки. Я надеюсь, мне хватит этого... На рюкзак. А вот на молот мне, наверное, к сожалению, не хватает. О, на молот хватает. Отлично, пойдем тогда. Я не понял, что с рюкзаком. А, все нормально. У меня просто одето было, да? С рюкзаком все нормально. Так. Ну, свинья говорит, не подходи, никого нет дома. Я надеюсь, ты нападать не будешь. Отлично, не будешь. Хочу шлем сделать. По поводу копии я так подумал... Вот, видите, один. Написано, скорее всего... Это что там такое происходит? Пчелы какие-то, что ли? Подождите, как... А кто мед-то только что оставлял? Следы как от... Так, где еще домик? Рядом был домик... Вон там, прямо около меня. Я там дерево сейчас подожгу. И... Вот оно чего. Вон оно чего, блин. Из кота выпало, наверное. Во, пока затупило это чудовище. Вот, а он на пчелу нападает. Отлично. Из кота после смерти, наверное, выпало. Вот, бляха, муха. То есть такие пчелы выпадают. Ладно. Будем знать. Это кирка. Так, так, так. Отлично, отлично. Шлем хочу сделать. А то я боюсь. Так. Где-то здесь у меня, да? Факел. По-моему, все у меня есть для того, чтобы сделать... Вот это. Да, отлично. Так. Копье у нас есть. Дальше делаем себе шлем. Так, давай вот это. Вот, так мы хоть в какой-то безопасности будем. Полечиться есть, поесть есть. Так. Что там по поводу костров? Что-то, по-моему, костры нельзя разжигать, да? Или все можно? Нет, с кострами все нормально. Так. Так. Короля свиней искал. Бегал, не нашел. Сейчас пойдем. Мы, наверное, свинку возьмем, пойдем на болото побегаем. Там есть вероятность найти оружие и плюс... А потом уже в червоточину прыгнем. Посмотрим что-нибудь еще. Отлично. Так, свинка. На. Нет, 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 нет. Чего отойди? Да уйди ты и сюда. На. Пойдем на болото, будешь нам помогать. Пойдем, пойдем с нами на болото. Будешь нам помогать. По-моему, у меня веточки все закончились. Так бы можно было сделать... Еще одно копье посмотреть. Они складываются в один стак. Давайте еще одну свинью возьмем. Потому что одна явно не справится. Так. Опять. Ну, свиньи нормально приручаются, как и должны приручаться. Так, сейчас до болото доберусь. Вот щупальца. Посмотрим, что, как они себя ведут. Как обычные. Так, так. Ай, нет, меня так бьют. Ай-яй-яй. Так, одну свинку убили. И ничего необычного. Все то же самое. Ну, зато оружие взял. Пойдем, свинька. Погуляем. Посмотрим, кто тут бегает вообще. Кто тут живет. А если тут... Ну, видите... Твои... Че? Кстати, по-моему, вот эти ребята что-то там как-то себя ведут по-другому. Да, кричат по-другому. Так, и они... Есть медленные, которые всегда попадают. Есть быстрые, которые всегда мажут, что-то в этом роде сделали. Вот видите, он нифига не попадает. А медленные всегда попадают в цель. Он стрелял по мне же. О, кстати, мы ж... Сейчас прокачаемся же. Вау! Встань, пока ждем. О, они его убили! Ой, попал. Я хотел танцевать, ставить мажут. Где тут еще щупальца была? Вот она, вот она. Ай, бляха, муха. Иди сюда. Он застрял там, сволочь. Ну, тут у него здоровья осталось чуть-чуть. Отлично, мы... Мы сейчас прокачаемся. Так, и этого долбанем тоже. Так, отлично. Я надеюсь, тут подвоха никакого нету. Супер. Так, пошли дальше. Бляха, муха. Ключай. Ну, да, что-то он мажет. Мажет очень часто. Обычно эти не мажут нифига слоны. Тут пока болото и болото. Больше ничего нет. Сейчас пока побегаю. Если что, вчера точно пойдем. Кто-то болтает. Я не понял, что тут какой-то замес. И когда их убивает такой звук? Сейчас послушаем, давайте. Нет, тут все нормально. Ой! Да, шлем меня спасает. Ай-яй-яй-яй-яй! Сейчас шлем-то не будет. Скоро-ка! Скоро-ка! Мы всегда говорим. Нет, это просто болтовня какая-то. Скоро-ка! Скоро-ка! Мы всегда говорим. Ха-ха-ха. Просто кто-то... Какой-то звук. Скоро-ка! Мы всегда говорим. Все. Я, короче, побежал туда, к себе, к научной машине. Сейчас... Хотел попробовать сделать. Казан. Хотя я тут червоточину нашел. Куда я улетел? Тут пчелы. Тупо пчелы ничего нету. Пошли обратно. Пчелы вроде нормально себя ведут, как и обычные. Так, опа. Все. Бегу. На базу. Казан делать. Так, вроде бы все. На казан я собрал. А, уголь. Ну, это сейчас добуду. Слушайте, по-моему, это себя странно так ведет этот факел кричит. Какая-то фигня. Давайте посмотрим, когда он догорит, что будет. Ух ты, говно, как горит. Офигеть. Ну? Вернулся в онлайн. Ну, просто персонаж говорит какие-то странные вещи. Ничего, ничего вроде необычного, да? Так, давайте. Собираем. С котлом вроде там что-то интересное должно быть. Поэтому хочу посмотреть. Вроде у меня все есть. Так. По-моему, шесть всего нужно веточек. Нет, это персонаж, это так говорит странно. По-моему, это как-то отключается в настройках. Так. Ну, ладно. Казан. Давай мы в тебя засунем. Вот это. К примеру. Вот это. Ну, рыбную палочку сделаем. Стоп! Ты куда? А как доставать-то? Казан, блин, убегает. Черт. Бегущий казан. Ну, я знал, что они вроде как бегают. Так, а доставать? Ну, я надеюсь, он никуда не убегает, когда... Когда приготовится. Стой, казан. Блин, ну это неудобно, нифига. А я обычно шесть казанов ставлю. Давай, на место иди. Пока готовится, он убегает, да? Слушай, ну ты долго будешь готовить? Давай мне рыбную палочку. Все, отлично. Да, все нормально, работает это. То есть он бегает, пока... Пока в нем готовится. То есть от них лучше отходить. Бегающие казаны. Блин, конечно, хочется на гигантов глянуть там. На Мишу, там, на циклопа. Что они из себя представляют. О, вот это, кстати, для меня не очень. А рыбную палку я сожрал, да? Ну ладно, пофигу. Пойдемте в червоточину. А, какую червоточину? Что это такое? Музыка играет. Когда... У меня веток вообще нету. Так, а костер я могу сделать? Так, давайте на костер хотя бы набьем. А то сейчас ночью, я так боюсь. Я там и сдохну сейчас. Прыгну вчера точно и останусь. Так, давай вот это собираем. Заткнись, ты надоел. Кролик попался. Обычно кричит, как обычный кролик. Но они, когда просто убегают, там у них другой звук. Так, ладно, пофигу, пошли. Слушайте, а это не территория, где большие птицы? Вот я их очень хочу посмотреть на больших птиц. Прям очень хочу посмотреть. Они там довольно-таки странные. Сейчас ищу. Что-то гремит все. Пуки, по-моему, обычные. А, пауки обычные. Так, искал птиц, нашел Честера. По-моему, тоже без всяких изменений он. Сейчас попробую найти здесь птиц. И вот тут тропинка к королю свиней. Посмотрим на него еще. О, козлов нашел. Давайте посмотрим. Они как-то себя по-другому ведут, нет? А, козла так же и не забить, да? Нужно, чтобы он застрял где-нибудь. Я его так не догоню. Так, а тут должно быть уазец. А что у нас там полезного лежит? По-моему, ничего, да? Удочка и прочее. Кстати, удочку можно взять, если озеро найдем. Посмотрим на... На-на-на-на-на, посмотрим на этих, на рыбок. Как-то ведут себя они или нет по-другому. Так. Я себе на всякий шлем сделаю. Давайте все-таки разнесем. Ничего необычного. Обычная пчела. Все. Так. Ну, птиц я не нашел. О, блин, хочу больших птиц. Там очень странные они вроде бы. Нет их? Попробую еще вот тут пробежаться. И к королю свиней. Так, кстати, кролики. Обычный звук. Они, кстати, разные что-то. И темные. Это по-другому чуть-чуть кричит. Они и темные, и светлые. Пофигу, от рассудка не зависит. О. Это отличается. Ладно, я бегу к королю свиней. Я надеюсь, он там. Я нашел. Я до короля не дошел, но я нашел. Вот это тело. Что-то они там после смерти... После смерти гнездо получается. То есть, тут их можно размножать. И... А как ты сразу-то вылезла? Алло. Э, давайте еще убивать будем. Вроде... Она от меня не должна отставать. Пока... А еще одно гнездо. Если берешь яйцо... То они от тебя никогда не отстанут. Но почему-то... Э, подожди. Ты честер-то что трогаешь? Опять. Что там, гнездо на гнезде, что ли? Иди сюда. Тут, походу, гнездо на гнезде. Я могу танковать. По идее. Да. Странно, конечно. Вот. Вроде из них что-то должно еще выйти. Или нет? Или это не из них? Нет, они просто... Делают гнезда новые. Ладно, пойдемте к королю свиней. И еще обязательно посмотрим пещерку. Вход хотя бы посмотрим. Там тоже что-то есть своеобразное. О, я пока еще не добрался. Что-то у меня мир обычный, огромный. У меня есть кирка, да? Есть кирка. У меня, кстати, сейчас только шлем отъедет. Я же могу сделать? Могу. Давайте ломаем. Мышилисок. Хочу посмотреть, что-то там с ними происходит необычное. Ну, подарок вылетел еще. Ну, подарок потом, ладно. Крыло. Нормально все. Мясо. Все стандартненько пока. Звуки никакие. Все то же самое. Опс, ё-моё. Крампус, Крампус вылез. Крампус, убиваем. А ты вроде полутохой должен быть. Кстати, много этих вылетает. Где, черт подери, мой этот? Да. Читалось, что Крампус может вывалиться при убийстве вот этих, как их называют? При убийстве летучих мышей. Так, кстати, давайте, ладно, подарок сейчас, наверное, откроем. Откроем, а то я и так много пропускал. Так. Сейчас только сделаем вот так. Так, у меня же есть топор, есть. Мне, по-моему, не хватает только дерева, чуть-чуть. Четыре штуки. Давай сюда. Где тут еще дерево? А, не знаю, потухнет, не потухнет. Так. Так. Давай, доруби. Чё-то как-то это. Плохо рубит. Может, на день рождения мне что-нибудь подгонят более-менее нормально. Но. Юбочку. Это намек? Фигня какая-то. Так, ладно, ломаем это, чтобы дерево забрать. Ну. То, что я хотел, почти все посмотрели. Вот. В пещеру только не залазили. Там. Я не знаю, там что-то меняли или нет. Сейчас добегу до короля свиней. Мне все-таки флейту пану посмотреть охоту и короля свиней. Кстати, заметил вот такую фишку. Пробегал. Не нашел короля свиней пока. Если к цветку подходишь, у тебя рассудок быстро поднимается. А если рвешь не... Короче, просто подходишь к цветку. Бабочку, само собой, не трогаешь. И рассудок поднимаешь. Бегаю. Короля свиней все-таки я хочу найти. Не держи. Фу, нашел я короля свиней. Черт, я тут уже бегаю, черт знает сколько. Вот сюда вот забрался. Вот сюда забрался. Ладно, кусочек вот тут у меня попался. Когда пробегал. Увидел. Нашел короля свиней. Давайте дадим ему что-нибудь. Кидает золото. Смотрите, куда как швыряет. Вот, вроде ночью с ним можно торговать, да? Сейчас попробую найти Флей Тупана. У меня как раз в полнолунии. В полнолунии попробуем что-нибудь замутить. Флей Тупана нашел. Отлично. Ну, Гомер, фиг с ним. Так, 10 свиней давайте прикармливаем. Так. Ну и буду ждать ночи. Ну что, начинается? Ага, вон они как, да? Куда вы? А Честер, что с тобой? Короче, спят и летают, да? Эй, вы куда всиделись? Ребята! Где вы там? Где ты? Летающие. Ребятки. Ну как-то вот так вот. Ну, опять же, посмотрели не все в этом моде. Плюс разработчик там постоянно что-то добавляет. Какие-то новые идеи. Ему подсказывают там что-то и так далее. С вами был Александр Приколист. В принципе, в день, когда выйдет данное видео, 2 мая у меня день рождения. Поэтому не забудьте меня поздравить в комментариях. Кто хочет денежный подарочек отправить, ссылочка будет в описании. Все, увидимся в следующих видео. Всем пока-пока.